Всем привет, с вами FirstOne и это 31 выпуск, посвященный игре Пекло ВКонтакте. Как всегда, мы тут начинаем выпуск с того, что собираем наши ресурсы, накопившиеся нам за ночь. Так, не поймали мы тут парня. И запускаем новое производство на 6 часов. Так, или может даже на 12, не знаю. Не, на 6 часов вполне достаточно, успею я перед выходом на работу заказать новое производство. Так, что тут у нас произвелись какие-то боекомплекты, их тоже надо забрать и заказать новые. Ну и, конечно же, делаем заказ солдат. В принципе, от космопехоты мы уже заказываем в основном только агрессоров, ну и еще чуть-чуть претерианцев, но чаще мы используем уже солдат геномодуля машин. Так, ставим кого-нибудь на улучшение, да, или не ставим. Наверное, не хватит нам тут особо ресурсов, хотя, я думаю, в скором времени мы кого-нибудь из генерал-подступников побьем, и если повезет, они даже могут нам принести неплохой доход. Так, давайте вас повысим ваше хп, довольно-таки неплохо у меня тут уже... Так, необходим второй уровень, ну ладно, а как насчет ближней атаки? Вот, ближнюю атаку мы можем повысить, этим и займемся. Так, у геномодуля машинка космопехоты, так, здесь тоже можно что-нибудь, наверное, улучшить. Например, дальнюю атаку. Так, ну это очень дорого. А хп? Хп тоже очень дорого, так что этим мы займемся позже. А пока что давайте, наверное, соберем наши пять монеток и улучшим Скарлетней до четвертого уровня. Раз... А, это будет стоить мне одну минуту времени. Ну ладно, давайте пока что прогуляемся по отступникам. Кто у нас тут? Первый претендент. Одиннадцатый уровень, девятнадцать птичек. Мы идем к тебе. Так, ну в принципе нам не нужно смотреть, как загрузится карта, чтобы расставить наши войска. Сначала у нас, как всегда, пойдут претерианцы. Потом пойдут агрессоры. Хотя, в принципе, вместо претерианцев я могу даже, наверное, Скарлетней здесь послать. А потом уже следом за ней агрессоров. Здесь у нас пойдут вот как раз претерианцы, и здесь претерианцы, здесь пойдут стражи, стражи и еще раз... И еще раз пехотинцы, космопехота. Давайте, ребятки, вперед. Так, неплохо тут моих претерианцев бьют, но, в принципе, это им не поможет. Это их не спасет. Стражи тут, кстати, неплохо рубят в ближнем бою. Так, этот враг повержен. 518 металла, довольно-таки неплохо у него было для 11-го его уровня запасов. Так, давайте их куда-нибудь... Ну, пока что никуда не потратим, надо бы нам еще заработать, да? Давайте отправимся на кого-нибудь еще из отступников. Кстати, Скарлетт, наша Скарлетт, ты как там уже улучшила свои характеристики? Отлично, давайте РТ прокачаем дальнюю. Думаю, я сегодня все-таки сходить выполнить миссию на грудак, раз уж мы Скарлеттные качнули. Точнее, качаем. Так, давайте нападем на Макс Гала. Будем надеяться, что Макс Гал принесет много металла и кристаллов в нашу казну. Так, каким способом мы пойдем? Сначала у нас пойдет... О, господи, у него каченные... Каченные агрессоры. Это плохо. Это очень плохо. Поэтому, наверное, придется нам тут потратить небольшой боекомплект. Ну, ладно, сначала у нас пойдут притарианцы, потом, как ни странно, пойдут стражи. Уже следом Миротворцы и следом Скарлеттные. Не знаю, почему-то такой расклад я тут избрал. Здесь у нас пойдет сначала космопехота, а потом уже стражи. Хотя, не знаю. Ну-ка. У них уже, наверное, у стражи и атака дальняя больше, да? 21. Ну, меньше, но все равно у них больше ХП, так что пускай будут стражи. Все-таки противник тут не самый простой. Ладно, отправимся в бой. Все тут попадают. Нет, один не попал. Так, ну ладно, вроде тут все равно мы справляемся. Несмотря на то, что у нашего противника, так же, как и у меня, агрессоры. Хотя, вот, в принципе, надо следить за тем, чтобы наши агрессоры тут не померли. Может быть, щиты им какие-нибудь прубить. Почему-то щиты только одного задели. Ну ладно, у врага, в принципе, агрессоров не осталось. А вот наши тут неплохо издалека накуривают. Так что должны мы со всем справиться. И довольно-таки большая орда стражей по пятам подходит. Отлично. Неплохо мы тут выносим врага нашего. Ну, конечно, на него нам пришлось даже боекомплект потратить. Не знаю, если бы я не тратился, какой был бы результат. А вот в итоге результат не самый лучший, потому что всего 50 металла, 10 кристаллов. Так, давайте, наверное, еще на кого-нибудь отправимся, да? Так, как раз зайдем к Скарлетней. Качнем ей еще ближнюю атаку, чтобы поднять ее до четвертого уровня. На этом мы тратим все наше золото. Ну, я думаю, оно того стоит. В принципе, я тут слышал, что Скарлетней даже в одиночку неплохо может вырезать пачки врагов. Вот он, наш враг 12 уровня, который практически не ходит, не нападает на других. Всего 7 у него рейтинга. Довольно-таки некачественные войска. И, кажется, нету Скарлетней. Так что, я думаю, легко мы должны тут с ним справиться. Начнем, наверное, мы наше шествие со Скарлетней как раз. Следом отправим... Даже не знаю... Да, следом отправим мы тут агрессоров по левому флангу. В лоб у нас пойдут претарианцы. Так, что-то только одного претарианца я смог отправить. А, потому что у меня кончились претарианцы. Ну, ладно. Следом пойдут рыцари, стражи и еще раз стражи. В принципе, вот такого расклада мне вполне хватит. Давай, Скарлетт, стреляй со своих двух дул. Кидай свои гранаты, мочи этих врагов. Сейчас тебе подойдут агрессоры, помогут. Ладно, просто фарш мы тут несем нашего врага. У него довольно-таки слабые войска оказались. Собственно говоря, как я и предполагал. Поэтому на одном юнити я решил сэкономить. Мог бы сэкономить и больше. И знаю, такое ощущение, как будто его бы могла вообще вынести одна Скарлеттный с тремя агрессорами. Так, ну ладно. Получаем вот тут опять же немного металла. 51 штуку. Это не то, не то, на что я рассчитывал, конечно. Но, тем не менее, что есть, что дают, то берем. Так, давайте, наверное, выполним наконец-то ту миссию на панцирь для Скарлеттный. Думаю, у нас уже достаточно развитая армия, чтобы с ней справиться. Ждать нас, там, по-моему, будут воины Логоса, если не ошибаюсь. Сейчас загрузится карта и посмотрим. Так, есть у нас тут на карте пара ревунов. Это те даже тройка ревунов, даже четверка ревунов. Это те здоровые жуки, которые кидают под себя эту зеленую жижу. Кстати, очень жаль мне, что я тут не сделал, что нет у меня притарианцев, потому что они с этими жуками справляются лучше. Ну ладно, я думаю, как-нибудь мы, наверное, уж справимся и без них, я надеюсь. Поэтому, как ни странно, в первых рядах у нас пойдет космопехота. Или даже, может быть, сделать маленько не так. В первых рядах у нас пойдут рыцари, да? Пойдут рыцари, пускай будет так. Следом за рыцарями у нас пойдут пехотинцы. Лучше бы, конечно, было бы, если бы у нас шли притарианцы. Они лучше справляются с жуками, но как-то я тут не подготовился. А следом у нас пойдут миротворцы. Ой, точнее, агрессоры. Еще раз агрессоры, еще раз агрессоры. И Скарлетней. В принципе, должен я, мне кажется, при таком раскладе тут вполне справиться. Потому что вот эти вот наши ребята, они довольно-таки неплохо мочатся в ближнем бою. Гораздо лучше, чем те же самые притарианцы. Так что здесь, наверное, им будет большой плюс. Так, держите, ребята, вам щит. Вам держите авиаудар. Давайте и вам как-нибудь, не знаю, кому-нибудь насадим, насалим. Так, гадкие эти облака травящие тут разбрызгивают наши враги. Что-то на верхнем фланге у нас довольно-таки стрёмно становится. А вот снизу мы неплохо прорываем оборону. В то время как сверху наших агрессоров уже потрошат просто в кашу. Это довольно-таки плохо. Слушайте, такое ощущение, как будто мы тут не справляемся. Давай, Скарлетт, расстреливай их в спину. Так, два жука тут осталось в толстых. И, в принципе, мы их замочим. Не остается сомневаться. Так, отлично, получаем мы бронекостюм Спектр. Забираем свою награду. Посмотрим в баре, что у нас теперь. Так, герой сможет использовать предмет, когда достигнет 10 уровня. Но это совсем не скоро. Зря мы, похоже, за ним шли. Но зато у нее есть теперь армейское око, которое дает ей 55 хп и 5 дальней атаки. Ножик, который дает плюс 5 ближней атаки. И пистолет, который дает плюс 5 дальней. Не знаю. Может быть даже какие-нибудь ауры эти предметы, похоже, не дают. Ну да ладно. Все равно это неплохо. Скарлетт у нас, наверное, теперь лучше будет навозить, что-нибудь делать. Ну да бог с ним. Так, давайте отправимся какого-нибудь отступника побьем. Кто у нас тут остался? Осталась у нас Танечка. Осталась она совсем одна. Давайте ее навестим, чтобы она не скучала. Так, ну ладно. Видим мы, что у Тани даже Скарлетт не нет. Не то, что какого-то кача войск. Начнем мы как раз высадку со Скарлетт. Она довольно-таки крепка. За ней пойдут сразу агрессоры, а следом, а следом никто не пойдет. Здесь у нас пойдут парочка рыцарей и парочка сторожей. Вот этого нам вполне должно хватить для победы. Да, мы уверены, что мы хотим высадиться, несмотря на то, что один отряд мы в бой не вывели. Скарлетт подходит и в наглую, с безопасного расстояния, расстреливает первую свою жертву. Делает еще несколько шагов и принимается за вторую. Он ей тоже не отвечает. Так, одному агрессору тут неплохо навозит толпой. Но я надеюсь, что он хотя бы свой выстрел ракетный сделает перед смертью. Нет, что-то он... Вот, наконец-то. Но, тем не менее, он умирает, но ничего, ничего страшного. Это не помешает нам победить. Отлично. Берем в кольцо последних врагов. Получаем, опять же, ни много, ни мало. Точнее, мало, очень мало. 50 металла. Было как-то у меня больше надежд сегодня на отступников. Но они оказались такими хилыми, что я даже не смогу агрессоров покачать, да? Мне надо тут 1800 и тут 1800 металла. Довольно-таки дорого уже все стоит. Так что даже не знаю, чем теперь себя занять. Есть у нас вопрос с безопасности. И... Ну, это задание слишком дорогое для меня. Но, может быть, когда-нибудь я его, конечно, и выполню. Но не в ближайшее время. Так что, в принципе, ничего мне не остается, кроме как слетать в экспедицию за 75 топлива. В ней мы получим 5 энергетических щитов. Это очень хорошо. Можем мы тут, конечно, выполнить миссию. Но не будем. Не будем выполнять наши миссии сюжетные, потому что... Потому что мы пока что не торопимся отправляться в следующий эпизод. Немного нам не хватает. Вот всего 4 данных георазведки для открытия новой земли. И еще, помнится, я хотел улучшить какое-нибудь добывающее здание. К примеру, добычу кристаллов или добычу металла. На их улучшение нам нужно тоже 15 чертежей для улучшения металла. Ну, в общем, в сумме надо много. Надо 50 чертежей на улучшение зданий. Так что, ребят, пока что... Пока что на этом, наверное, на сегодня все. Есть еще немного топлива, но нету миссии, куда бы его потратить. Единственная возможная миссия это... Пандора, наверное. Но она откроется всего через 2 часа. И, в принципе, я еще не восполнил... Не восполнил свои войска, чтобы участвовать в таких масштабных мероприятиях. Хотя 10 агрессоров, 23 тяжелой пехоты могло бы хватить, чтобы даже там заработать до 600 очков рейтинга или как они там называются. Ну, ладно, ребят, на этом все. С вами был 11101. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok